Всех приветствую, друзья! В этом видео разберем альткоины, также рассмотрим краткосрочную ситуацию на биткоине. Сегодня я хочу разобрать основные монеты, которые рассматриваю к покупке, расскажу, какие проекты я считаю надежными и почему, какие проекты считаю более высокорисковыми, разберем фундаментал проектов, токеномику и все самое важное. Итак, для начала разберем более надежные проекты и далее перейдем к проектам более высокого риска. Самым надежным, естественно, я считаю биткоин. Второе место занимает эфириум. Я считаю, эфириум имеет отличные перспективы на следующий бычий цикл. Как вы знаете, крупнейшие фонды подают заявки на запуск спотового биткоин ETF и, соответственно, можно ожидать, что в дальнейшем также будут приняты спотовые ETF на эфириум. Эфириум самый ликвидный альткоин с самой крупной капитализацией и он занимает первое место среди институциональных инвесторов. То есть все киты накапливают эфириум, включая компанию Grayscale, которая принадлежит одной из самых крупных позиций на рынке. И они продолжают его накапливать на протяжении всего медвежьего тренда. Далее проекты, которые я отношу в класс надежных. То есть сопоставляя проекты между собой по инвесторам, по суммам инвестиций, оценивая потенциальные риски со стороны SEC и так далее. Один из надежных проектов, по моему мнению, это Litecoin. Это форк биткоина, один из первых альткоинов на рынке. Разработчиком проекта является Чарли Ли. Очень уважаемый человек в криптовалютном секторе. Есть даже версии, что он имеет отношение к созданию биткоина. Естественно, правды мы не знаем. Но тем не менее, уже который цикл, монета показывает себя достаточно сильно. У нее капитализация намного меньше, чем у того же эфириума. На данный момент 4,7 миллиарда долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США не имеет никаких претензий к данному проекту. Они считают его товаром, так же как биткоин. То есть данный проект не проводил никаких публичных продаж, лаунчпадов на биржах, токенцейлов, аирдропов и так далее. Эта монета точно так же, как биткоин, майнится изначально. У него ограниченная эмиссия, такая же, как у биткоина. Максимальный соплай будет 84 миллиона лайткоинов. Монета функционирует на алгоритме консенсуса Proof of Work. То есть он майнится точно так же, как биткоин. И у него по такой же системе, как у биткоина, проходит халвинг каждые 4 года. Награда для майнеров сокращается вдвое. То есть майнеры тратят крупные суммы на оборудование, майнят данную монету. Это, собственно, и придает ценность токену. И после каждого халвинга майнить новые монеты становится все сложнее, что способствует росту цены. Монета показала себя, я считаю, неплохо на данном медвежьем рынке. На обычном рынке в 2017 году монета показала себя отлично. От зоны накопления вырос на почти на 10 тысяч процентов. Затем перешел в нисходящий тренд. И на медвежьем рынке был такой же среднесрочный восходящий тренд, как у нас происходил недавно. То есть монета восстановилась от локального дна. Затем во время коронадампа удержала ключевые уровни поддержки. То есть она не ушла ниже предыдущих минимумов, что показывает силу проекта. На следующем бычьем рынке пошел на небольшой перехай. Это проект старый с крупной ликвидностью. Соответственно, я от него не жду сотни иксов. Но считаю, в следующем бычьем цикле он имеет потенциал обновить локальные максимумы. То есть я имею ввиду максимумы предыдущего бычьего рынка. На текущем медвежьем тренде, как я сказал, считаю, монета в принципе реализовала свой потенциал. Кто смотрел канал, вы видели. Монета в принципе закрыла свою консервативную цель. Основная зона сопротивления у него была в диапазоне 100 долларов. До следующего потенциального уровня 130 он немного не дотянул. Закрылись на 114. Но в целом, я считаю, монета показала себя неплохо. Большинство альткоинов уже на данный момент находятся намного ниже локальных минимумов данного медвежьего цикла. На данный момент ближайшая основная зона поддержки у него находится в диапазоне 48-54 долларов. То есть как минимум к этой цели, я считаю, он еще придет в последующем. Также можно допускать более сильный дамп в зависимости от потенциальной коррекции биткоина. Считаю, что он не соскамится, то есть не упадет куда-нибудь на 1 доллар. И после того, как пройдет финальная фаза накопления, завершится медвежий тренд. Соответственно, на обычном рынке ожидаю очень сильный рост. Большинство новых проектов, которые вы можете наблюдать в CoinMarketCap, выросли по сути за счет масштабной рекламы. То есть их рекламировали блогеры, особенно англоязычные. Также это распространено в Твиттере. Лидирующие места по капитализации топ-20, топ-30 постоянно меняются с каждым циклом. То есть старые монеты все чаще скамятся. И лайткоин один из немногих старых проектов, который продолжает держаться в топе. Они заключили партнерство с компанией Visa и не так давно крупные фонды запустили свою биржу, на которой, как они сказали, будут листить в первую очередь монеты, которым не грозит претензии со стороны SEC. То есть они в первую очередь залистили биткоин, эфириум и лайткоин. Поэтому именно с точки зрения надежности считаю этот проект как минимум неплох. Далее, следующая монета Atom. В принципе, все эти монеты я уже неоднократно разбирал в предыдущих видео. Это блокчейны со своей крупной экосистемой, с крупной капитализацией и топовыми инвесторами. То есть это не бессмысленные токены, у которых нет никакого применения. На базе блокчейна Cosmos функционирует такой токен, как Injective, который показал очень сильный рост на текущем тренде. Также один из крупных проектов Divide DX переходит на блокчейн Cosmos. То есть еще плюс один крупный проект, который будет функционировать в их экосистеме. Кратко пройдемся по инвесторам. В Atom инвестировали топовые Тир-1 фонды, такие как Paradigm, Pantera Capital, Polychain Capital, Hashkey и Dragonfly Capital. Также фонд Hashed и более мелкие Тир-3 фонды. На первом раунде инвестиций привлек 9 миллионов долларов от топовых фондов. И далее были дополнительные раунды финансирования. Фонды, как вы видите, покупали монету по 10, по 8. Самая дешевая цена покупки была по 2,5 цента. Это было в 2017 году. Я бы сейчас уже не ждал такого сильного снижения до данных отметок. Atom на обычном рынке показал себя отлично. От зоны накопления в диапазоне 3 долларов монета вырастала до 44. Также неплохо восстановился на текущем медвежьем рынке. Это тоже важный фактор, на который я обращаю внимание. Это показывает, что проект скорее жив, чем мертв. Так скажем, некоторые монеты, которые дали очень слабый отскок и продолжают постоянно обновлять свои минимумы, показывают сильную слабость. С этой точки зрения Atom также показал себя неплохо. Локальная зона поддержки у него находится в диапазоне 6 долларов. Учитывая дальнейшую коррекцию биткоина и рост индекса биткоин-доминации, я считаю, он продолжит коррекцию, так же, как большинство альткоинов. Пока я не продолжил рассказывать про цели снижения альткоинов, хотел бы акцентировать ваше внимание на том, что моя задача не стоит в том, чтобы кому-то понравиться или кому-то сказать, что монета сейчас с текущих развернется и полетит обновлять максимумы. То есть это рынок, тут так не работает. Нет никакого смысла обижаться на рынок, нужно отталкиваться от реальности. То есть если рынок показывает слабость на текущий момент, нужно ставить адекватные цели и, исходя из этого, строить свой торговый план. То есть постепенно набирать монету на длительный период. По монете Atom я считаю, если он пойдет на пробой уровня 6 долларов, то есть полное закрепление ниже, у него будет потенциал снизиться до следующей зоны в диапазоне 4-8 доллара. Тут находится следующий уровень по объемам. И там будем наблюдать. Если монета будет удерживать данные значения, цена будет тут ходить в оффлейте, как было на предыдущем медвежьем рынке, соответственно можно будет потенциально ожидать развороту данной зоны. У него крупная капитализация, такая же как у проекта DOT. У проекта DOT почти 5 миллиардов долларов, у Litecoin 4,7, у OVAX 3,5 и у монеты Atom 2,5 миллиардов долларов. То есть это относительно крупная капитализация. Соответственно это не высокорисковая монетка, которая завтра может выстрелить на 100 иксов. То есть это проекты с крупной капитализацией, которые являются более надежными, чем мелкие проекты. Я считаю, как минимум половина портфеля должна состоять из надежных проектов, таких как эфириум, либо крупных экосистем. То есть на такие монеты я в принципе готов выделить до 10% портфеля. Адекватную цель, если рассматривать консервативную цель, что я подразумеваю под словом консервативная адекватная цель. То есть это не моя фантазия, не мои хотелки. Это цель, к которой монета технически, так скажем, обязана прийти в рамках того, что проект не соскамился, у него не появился какой-то обанкротившийся фонд и так далее. И технически Atom смотрится очень сильно. То есть тут у нас был безоткатный слив. Основные сопротивления будут на 12 долларах, далее уровень 15.5. И после пробоя данного уровня, я считаю, на следующем бычьем рынке, отсюда пойдет сильная волна роста. Как минимум основная зона сопротивления, то есть первая консервативная цель, будет в диапазоне 26-28 долларов. Это будет первый серьезный уровень. Также, конечно, у него есть потенциал пойти на перехай, но по факту на данный момент еще не сформировалась. Первая волна роста, коррекция к ней, затем пойдет третья волна. Но я считаю, даже консервативная цель, это уже будет неплохо для того, чтобы зафиксировать, допустим, часть позиций, которые вы набираете на дне. И далее постепенно распродавать уже бесплатные монеты с хорошими иксами. Следующий проект Avalanche, токен называется AVAX. Это также очень крупный проект с капитализацией 3,5 миллиардов долларов. Его накапливают крупные киты. Они заключили партнерство с такими компаниями, как Amazon. И данный проект будет использоваться в секторе Web3. Также они потенциально в дальнейшем будут использоваться в секторе токенизации активов. Аналитики крупнейших инвестиционных фондов считают, что сектор токенизации активов будет в дальнейшем развиваться очень стремительно. То есть они считают, что на следующем бычем цикле капитализация данных активов увеличится в десятки раз. По инвесторам тут тоже все отлично. Множество тир-1 фондов. Polychain Capital, Dragonfly, Galaxy, A16Z, HashKey. Неплохие тир-2 фонды. И из интересных инвесторов также есть Naval Ravikant. Он инвестировал всего в 35 проектов. И все проекты в принципе показали себя очень неплохо. У него свой крупный инвестиционный фонд в США. И они на ранних этапах инвестировали в такие успешные проекты, как например Uber и множество других. Большинство монет дали хорошее количество иксов от точки входа для инвесторов. Например монету STX они покупали по 1 центу. То есть данная монета принесла им более 100 иксов. Также NIR покупали по дешевой цене. И самый крупный проект по инвестициям Avalanche. Также обратите внимание есть MINA, Divide X. За этими монетами также наблюдаю, рассматриваю к покупке. Иксы у инвесторов при сегодняшней цене присутствуют, можно сказать, но не критично. То есть тут нет сотен иксов, как у той же Solana. Самая дешевая цена на приват сейле была по 33 цента. То есть у данных инвесторов 30 иксов. Но нужно понимать монете потенциально еще есть куда падать. Следующие продажи были по 50 центов. Тоже привлек очень солидные суммы инвестиций. На самом раннем раунде 6 миллионов долларов, затем 12 и 230 миллионов на последнем раунде финансирования. Но этот проект достаточно старый и основная часть монет уже давно разблокированы. То есть у фондов уже была возможность продать свои монеты с иксами на предыдущем бычем рынке. Монета также взлетела отлично. Максимумы у него были на 148 долларах. Сейчас цена уже продолжительный период тестирует ключевую зону поддержки. Уже пошел пробой. Сейчас на отскоке тестируют в качестве сопротивления. И обратите внимание, ниже у нас нет крупных объемов. То есть тут не было никакой проторговки. В момент листинга монету запампили. На этом уровне был флет. Затем тут был безоткатный слив. Зона накопления была в диапазоне 2,84 доллара. И затем пошел безоткатный памп на обычном рынке. То есть если мы допускаем следующую коррекцию биткоина, на следующей волне у монеты есть потенциал перекрыть как минимум часть этой зоны. Поэтому потенциал снижения есть. Консервативная цель по высоте импульса на 8 долларах. И следующая потенциальная цель будет в диапазоне 5,8. Он находится в нисходящем клине. Я ожидаю, что монета тут постепенно будет переходить во флет. Хотелось бы увидеть реакцию, что монету откупают. И затем нужно будет уже постепенно присматриваться, когда монета перейдет во флет, пробьет трендовую. То есть это будут первые признаки разворота. Пока об этом говорить рано. Касательно длительных консервативных целей. Тут основное сопротивление будет в диапазоне 30 долларов. То есть я ожидаю, что тут будет проходить финальная фаза аккумуляции. И затем после пробоя тут также крупных объемов нет. То есть монета может спокойно лететь выше 50 долларов. Этот проект тоже достаточно крупный. И далеко не факт, что он уже пойдет на перехай. То есть учитывайте, что раньше в циркуляции монет было меньше. Постепенно продолжаются разблокировки. Увеличивается эмиссия. И запампить проект, у которого уже был полноценный бычий рынок. Особенно где основные объемы монет фондов уже были разблокированы и проданы. Будет достаточно сложно. Поэтому в первую очередь я придерживаюсь консервативных целей. И проект DOT. Крупнейшая экосистема. На базе полка DOT функционируют парачейны. Такие как Astar, Moonbeam, Acola и прочие. В дальнейшем их экосистема будет развиваться до 1000 проектов. То есть это потенциально привлечет еще больше инвестиций и ликвидность. И также в инвесторах 26 крупных фондов. Иксов даже от цены приватсейла на данный момент немного. У данных инвесторов по 3 икса. И здесь 14. Суммы инвестиций были очень солидные. 144 миллиона долларов, 79, 42 и 60. Это очень важно. Какие фонды инвестировали в проект. И насколько крупные суммы. Потому что есть проекты такие как допустим Elrond. Где инвестиции всего десяток миллионов долларов. А капитализация была распамплена на несколько миллиардов. То есть потенциально такой проект может очень сильно сдуться. Если сейчас на медвежьем рынке. Такое часто встречается у многих проектов. Текущая капитализация уже постепенно приближается к суммам инвестиций. Соответственно можно предполагать, что проект потенциально уже находится близко к своему дну. Но хотя бы как минимум обратить внимание, чтобы у фондов не было по 1000 иксов. Просто покажу для примера. Такой проект как SEND, например, это игровой токен. Тоже очень крупный. По капитализации занимает 66 место. Обратите внимание на суммы инвестиций. Инвестировано всего 1 миллион долларов. 600 тысяч и 3 миллиона. Самый крупный раунд. И количество иксов у инвесторов. 59, 82. Инвестировали на раннем раунде 500 тысяч долларов. Далее 27 миллионов. Смотрим капитализацию. Капитализация сейчас, конечно, уже сильно сдулась. 564 миллиона долларов. Но уже видно, насколько проект был раздут относительно суммы инвестиций. А на обычном рынке капитализация доходила выше 9 миллиардов долларов. Cardano токен ADA. Но на данный момент за этим списком монет я только пока наблюдаю. По определенным причинам. Я считаю, токен ADA еще будет снижаться. И в целом не хочу поспешить покупать монету с капитализацией более 9 миллиардов долларов. Это же относится к проекту Solana. Учитывая дальнейшие разблокировки токенов биржи FTX. Учитывая то, что крупный объем монет принадлежал фонду Alameda Research. Соответственно, сейчас риски завышены. Поэтому не спешу. Пока считаю, стоит понаблюдать. Но в целом эти проекты считаю неплохими. И ожидаю хороший рост на обычном рынке. То же самое относится к монете Tonecoin. Недавно очень сильно взлетело до 2 долларов. Пока только наблюдаю за данным проектом. Считаю, что рассматривать покупки можно только после сильнейшей коррекции. Эта ситуация похожа на токен XRP. На фоне новостей монета улетела и затем вернулась до тех же отметок. То есть, именно среднесрочно тут ожидаю приблизительно такую же ситуацию. Я очень сомневаюсь, что на фоне коррекции биткоина токен будет удерживаться выше 2 долларов. Локальный памп пошел за счет недавних обновлений. Касательно токена MATIC. Я считаю этот проект топовым. Это самый крупный лейер 2 эфириума. Они заключили партнерство с компанией Immutable, токен EMX. Монета будет использоваться в секторе Web3, в игровой сфере. То есть, я думаю, данный проект будет себя чувствовать неплохо на бычьем рынке. Но у него крупная капитализация. И из минусов проект достаточно старый. То есть, MATIC я считаю, в принципе, одним из надежных проектов на рынке. Но так как на рынке появляются новые решения лейер 2 для эфириума. Такие как Arbitrum и Optimism. И они еще не проходили полноценный бычий рынок. Лично я для себя принял решение, что нет смысла инвестировать в MATIC, который уже запампили на бычьем рынке. То есть, если рисковать, я лучше куплю монету Arbitrum и Optimism. Также в последующем на рынок выйдут такие проекты, как StarkNet, ZK Sync. Возможно, появятся еще новые лейер 2 эфириума. Как говорил ранее, я считаю, эфириум будет очень активно развиваться. И хочу инвестировать крупную часть портфеля либо в эфириум. Ну, изначально я планирую инвестировать в эфириум, потом реинвестировать в лейер 2. То есть, от данных проектов жду хорошие иксы на бычьем рынке. Но в целом MATIC, конечно, неплох. Хороший проект. Из минусов тут много иксов у фондов. В инвесторах более 40 фондов. Биржи Coinbase, Binance, топовые фонды, такие как Dragonfly, Animoca Brands и прочие. С инвесторами тут все отлично. Но фонды покупали монету дешевле 10 цента. То есть, у инвесторов 212 иксов, 708 иксов. Поэтому, так скажем, нужно трезво оценивать ситуацию. И данная монета уже дала свои иксы на предыдущем бычьем рынке. Он ходил во флете в диапазоне 1-2 центов. И его запампили на 2,9 доллара. Это не означает, что монета не вырастет на следующем бычьем рынке. Но нужно понимать, с такой капитализацией он уже не будет пампиться на десятки тысяч процентов. Капитализация 5,1 миллиарда. Сравнивая это с тем же Arbitrum. Капитализация Arbitrum сейчас в 5 раз ниже. 1,1 миллиарда долларов. Плюс монета вышла на медвежьем рынке. Крупные объемы монет инвесторов заблокированы. Соответственно, в дальнейшем, я считаю, будет очень высокой вероятность, что монету неплохо запампят на следующем бычьем рынке. То же самое относится к проекту Optimism. В Arbitrum инвестировали крупные Тир-1 фонды. Pantera Capital, Coinbase Ventures, Polychain. Из минусов прочее. Есть Alameda Research, обанкротившийся фонд. И инвестировали крупную сумму. На Сид Раунде 3,7 миллиона и затем 120 миллионов долларов. Токеномика адекватная. Инвесторам выделено 17,5% монет. И проекты Optimism. Приблизительно такая же капитализация. 1,1 миллиарда долларов. Монета также вышла на медвежьем рынке. Неплохо запампилась. Сейчас я считаю, она будет продолжать находиться в фазе аккумуляции. Основная локальная поддержка у нее в диапазоне 80 центов 1 доллара. То есть тут при условии, что монета удержит данные уровни и перейдет во флет, уже можно будет присматриваться. Далее подробнее будем разбирать по факту. По инвесторам также топовые фонды. A16Z, Coinbase, Paradigm. Проект тоже привлек хорошую сумму инвестиций. На Сид Раунде 3,5. Далее инвестировали 25 миллионов долларов. И на последнем раунде 150 миллионов. То есть сопоставляя суммы инвестиций с текущей капитализацией, нельзя сказать, что проект сильно раздут. Самая дешевая покупка фондов на Сид Раунде было по 1,5 цента. То есть при сегодняшней цене у них 86 иксов. Ну а также были приват раунды. Там фонды покупали в диапазоне 20 центов. Давайте проверим. Тут информация о цене покупки фондов отсутствует. Но я, насколько знаю, в диапазоне 20-30 центов была продажа на приват раунде. Следующие монеты подробно разберем во второй части видео. Касательно краткосрочного сценария по биткоину. В принципе у нас особо изменений нет. Цена стоит на месте. Из минусов можно отметить то, что цена не смогла закрыться выше локального сопротивления в диапазоне 28 тысяч долларов. То есть тут было закрытие предыдущих дневных свечей. Также тут проходит 200 ма. И отсюда снова продолжается давление. Но, как я рассказывал ранее, мы удерживаем восходящий тренд, удерживаем трендовую на RSI и удерживаем локальную зону поддержки. Это диапазон 27200-27400 основной уровень. До тех пор, пока цена удерживается выше, есть потенциал дать еще один импульс вверх. То есть эта зона и слом восходящего тренда, как тут, так и на RSI, будет показывать слабость. И, так скажем, тут находится точка отмены для восходящего сценария. Я склоняюсь к такому мнению, если текущий импульс будет продолжать расти, то рост должен происходить в ближайшее время с текущих. То есть сейчас я не рассматриваю сценарий полной коррекции ко всему восходящему движению, закрытия под трендовой и затем обновления максимумов. Такой сильный откат и пробой трендов их будет указывать на слабость покупателей на данный момент. Поэтому локально, в принципе, изменений нет. Ключевое сопротивление в диапазоне 28900 долларов и выше. Мне не особо нравится то, что Ethereum не продолжает восстанавливаться вслед за биткоином. Просто стоит на месте, пока смотрится слабо. Последний нисходящий коррекционный импульс он полноценно откорректировал. Даже зашли выше 0.618 уровня. То есть данная цель была уже полностью закрыта. Поэтому далее все зависит от биткоина, продолжит ли он расти с текущих. Тут также без изменений ключевая зона сопротивления в диапазоне 1730 долларов. Всех благодарю за внимание. Если видео было для вас полезным, не забывайте поставить лайк, делитесь своим мнением в комментариях. Пишите, какие монеты вы считаете перспективными на следующий бычий цикл. Рынок сейчас находится фактически в самой тяжелой ситуации. То есть это самое сложное время фаза накопления на медвежьем рынке. Поэтому не поддавайтесь эмоциям, рассчитывайте на длительные цели. Рынок еще даст всем заработать на обычном цикле. Всем удачи!